Так, ну что ж, коллеги, добрый день еще раз. Сегодня у нас с вами дополнительная встреча. Давайте, как всегда, начнем с проверки картинки и звука. Хорошо ли вам меня видно, хорошо ли вам меня слышно? Да, да, нормально. Отлично. Хорошо, тогда я на всякий случай напоминаю, выключите, пожалуйста, микрофоны. У нас сегодня много посторонних шумов, поэтому я в лишний раз напоминаю. Хорошо, значит, мы с вами в прошлый раз продолжили обсуждать применение производной, поговорили про один из вариантов, наверное, самый простой вариант приближенных вычислений о формуле Тейлора, сформулировали понятие ряда Тейлора и многочленов Тейлора, дали одну из возможных оценок подрешности самого простого, статок в форме пиана, сосчитали многочлены Тейлора для, кажется, двух функций по гусинусу и логарифма, но еще парочка вам оставалась в качестве упражнения, а после этого начали говорить о том, как можно использовать производную для исследования пунктов. Мы с вами обсудили, что такое характер монотонности в пункте, как характер монотонности связан с первой производной, ну а если бы более точной, со знаком первой производной, и описали, что такое точки экстремума. Вот это то, на чем мы с вами закончили в прошлый раз. Какие у вас появились вопросы? Сюда, собственно, как обычно, сначала мы разберемся с теми вопросами, которые есть у вас, ну а потом, если вдруг окажется, что времени у нас еще осталось с запасом, то я расскажу что-нибудь следующее. Какие есть вопросы? Может быть, про что-нибудь вы хотели бы порешать дополнительно задачи, например, тоже вполне себе вариант вопроса. Значит, ну и опять-таки, если вдруг вопросов нет, об этом тоже можно написать. Интегралы, Кирилл, будут позже. Интегралы будут ближе к концу. Ну да, будут. Будут, будут. Итак, значит, коллеги, правильно ли я поняла, что с исследованием функции при помощи первой производной никаких ни у кого вопросов не возникло, проблем тоже не возникло, и можно просто двигаться дальше. Так, ну, в чате пока тишина, пока вроде вопросов нет. Хорошо, коллеги. Значит, тогда давайте, прежде чем перебираться глобально на следующий уровень, поговорим еще об одном виде задач, которые напрямую связаны с тем, что мы с вами обсуждали на прошлой встрече, а именно задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции натрия. Продолжение следует... В чем особенность такого рода задачи? Дело в том, что когда мы с вами используем бутовую лексику, то, в общем-то, максимум и наибольшее – это примерно одно и то же. Минимум и наименьшее – это тоже более-менее одно и то же. С точки зрения формальной математической терминологии – это разные вещи. Мы с вами в прошлый раз определили, что такое точка максимума и что такое точка минимума. Точка максимума – это была точка экстремума, которой функция сменяет возрастание на убывание. Более того, точка максимума – это было значение аргумента. И то же самое было верно для точки минимума. Точка минимума – это было, значит, такое значение аргумента, которое функция меняет поведение с убыванием на возрастание. И мы с вами говорили о том, что для того, чтобы точка оказалась минимумом или максимумом, необходимо и достаточно именно изменение характера монотонности при условии, что соответствующая точка лежит в области определения. Давайте сейчас сформулируем, что мы с вами будем называть наибольшим и наименьшим значением функции, и вы увидите, в чем состоит разница. Итак, определение. Значит, пусть у нас есть явно заданная функция, есть отрезок, лежащий в области определения. Ну, окей, формально говоря, он может совпадать с областью определения, но, в общем-то, лежащий. А и давайте добавим требования, пусть функция будет непрерывно дифференцируема на этом отрезке. Мы будем говорить, что функция f от х имеет на отрезке a, b. Наибольшее значение, ну, давайте скажем, t большое, тогда и только тогда, когда выполнены два условия. Во-первых, на нашем интервале существует точка c, в которой наша функция равна t. первое отличие сразу же бросается в глаза. У нас с вами t – это не аргумент, а значение. И второе требование для любой точки, ну, скажем, q из интервала a, b, f от u меньше либо равно t. То есть наибольшее значение – это значение, которое достигается в какой-то точке интервала, а значение во всех других точках не больше, либо меньше, либо, может быть, совпадает. Аналогичным образом мы с вами определим наименьшее значение, f от х имеет на интервале a, b, даже на отрезке a, b. Наименьшее значение равное… Так, да, Дмитрий, я вижу, сейчас я повторю. Второе условие такое, посмотрите, пожалуйста. В любой точке q из интервала значение f от q не превосходит t. То есть есть точка c, в которой значение равно t, а если посчитать значение в каждой точке, то мы получим либо t, либо меньше. Больше не получим никогда. Да, собственно, наибольшее – это значит, что больше не бывает. Ровно это здесь и написано. Итак, возвращаемся сюда. Значит, f от х имеет на отрезке a, b наименьшее значение. Ну, скажем, пусть будет s, тогда и только тогда, тогда выполнены два условия. Когда выполнены два условия. Во-первых, существует точка d на отрезке a, b. Такая, что f от d равно s. А во-вторых, в любой точке, ну пусть будет тоже q, неважно, из а, b, f от q больше или равно s. Та же самая история, да? Наибольшее – это самое большое из тех, что получается. Наименьшее – это самое маленькое из тех, что получается. То есть, во-первых, у нас должна быть точка, в которой это значение достигается. А во-вторых, если мы будем считать значение в любой другой точке, то оно будет либо больше, либо таким же. Меньше – не будет. Да, если точки максимума и минимума – это значение аргументов, в которых функция меняет поведение, то наибольшее и наименьшее как раз очень близко к тому, что мы имеем в виду, используя слово «наибольшее», слова «наибольшее» и «наименьшее», в таком, в «битарной» смысле, да, неважно, в июне наибольшее количество светлых часов в сутках, да, это значит, что во всех остальных, во всех остальных месяцах количество светлых часов в сутках меньше или такое же. То же самое с наименьшим значением. Итак, вот это определение. Возникает естественный вопрос. Ну хорошо, ладно, определили наибольшее и наименьшее, там максимум и минимум. А может быть они как-то связаны? Отчасти. Отчасти они действительно связаны. Сейчас мы с вами нарисуем несколько примеров, в которых будет видно, как могут быть связаны между собой те самые точки экстремума, как мы с вами говорили, и наибольшее, наименьшее значение. Но обратите, пожалуйста, внимание на условия, которые я наложила. Во-первых, мы будем сейчас рассматривать отрезки, на которых функция определена. То есть никаких разрывов, никаких бесконечных значений у нас с вами на рассматриваемых отрезках просто нет. Это во-первых. Вот. И во-вторых, мы с вами требуем непрерывной дифференцированности. На самом деле это условие избыточное, его можно ослабить. Я сейчас просто не хочу заниматься для того, чтобы не утопить вас технических деталей. А вот это, это будет существо. Да, понятно, что если мы с вами вдруг взяли отрезок, на котором есть разрыв, то там может быть все, что угодно. Бесконечно большое значение, бесконечно малое значение. Мы сейчас живем в такой простой ситуации, когда рассматриваемый отрезок лежит в области определения. И еще один момент. Тогда мы с вами говорили о точках экстремума, о максимумах и минимумах. Мы с вами их искали, точки экстремума, на всей области определения функции. Когда мы с вами говорим о наибольшем или наименьшем значении, мы обязаны указать, на каком отрезке мы ищем наибольшее и наименьшее значение. Очевидным образом, для одной и той же функции на разных отрезках результаты будут разные. Ну, собственно, я сейчас нарисую примеры, которые должны неплохо это проиллюстрировать. Так, коллеги, у меня традиционная проблема недостатка места на доске. Могу ли я стереть определение для того, чтобы нарисовать большие картинки? Да, Дмитрий, вижу. Сейчас я подожду. Дмитрий, Сергей, спасибо. Ну вот сейчас еще один Дмитрий отзовется, и тогда можно будет. Отлично. Тогда давайте по рисунку. Значит, то, что я сейчас изображу, это примеры, на котором будет видно, как сильно зависит поведение наибольших и наименьших значений от выбора отрезка, и как они могут быть связаны с максимумами и минимумами. Ну, пусть будет как-нибудь вот так, совершенно неважно. Вот у меня есть функция у равно f от x. Давайте сначала делаем простую вещь. Давайте определим, где у нее максимум. С максимумами все, в принципе, тривиально. Максимумы там, где функция меняет поведение с возрастания на убывание. Ну, давайте вы мне просто скажете, сколько максимумов у той функции, которую я нарисовала. Да, Татьяна, Дмитрий, вы совершенно правы. У этой функции три максимума. Так, давайте я их, может быть, цветом обозначу. Значит, вот один, вот второй и вот три. Соответственно, зеленые точки – это у меня максимум. Аналогичным образом, точка минимума – это точка, в которой функция меняет характер. Аналогичный с убыванием на возрастание. Ну, сколько здесь минимумов? на моей картинке минимумов? Да, Дмитрий, действительно, коллеги, на всякий случай, то, что у меня количество максимумов и количество минимумов совпало, это абсолютно случайно. я так совершенно не обеспечивала это каким-то специальным образом, это просто случайно получилось. Значит, вот я их обозначу красным цветом. Вот у меня точки минимума. И моя функция задает набор максимумов и минимумов однозначно. Есть функция, есть область определения, сразу же можно определить максимумы и минимумы, не выбирая никакие отрезки. А вот теперь давайте посмотрим, как будут вести себя наибольшее и наименьшее значение этой функции в зависимости от выбора отрезка. Ну, поехали. Значит, давайте я сначала выберу, ну, скажем, вот такой отрезок. А1, В1. Скажите, пожалуйста, для отрезка А1, В1 в какой точке будет наибольшее значение, в какой наименьшее? В какой точке будет наибольшее значение, в какой наименьшее? Я надеюсь, что видно достаточно хорошо. Да, отрезок А1, В1, который я нарисовала, он... Да, Дмитрий, вы совершенно правы. Значит, если вы посмотрите, станет видно, что вот у меня значение в точке А1, пусть это будет значение... Так, у меня было С там. Это значит значение С1. Вот у меня значение в В1. Вот оно, Т1. А функция на этом интервале монотонна. Да? Она не содержит никаких точек экстренума. соответственно, монотонна, ну, в данном случае монотонна возрастающая. Значит, для интервала А1, В1, Т1 – это наибольшее значение, С1 – наименьшее. Это в каком-то смысле самый простой вариант. Вариант, когда точек экстремума на интервале у нас нет. Так, ну вот, Дмитрий, который Тачанский, вот вы, к сожалению, написали неудачно, именно потому, что вы написали про минимум и максимум, а на интервале А1, В1 у нашей функции ни минимума, ни максимума нет. Минимум и максимум – это типы точек экстремума. На интервале А1, В1 нет точек экстремума. Поэтому наибольшее и наименьшее значение есть, а минимума и максимума нет. Обратите, пожалуйста, внимание, да, вот мы с вами начали сегодняшнюю беседу с того, что минимум и максимум – это типы точек экстремума, а наибольшее и наименьшее значение – это совершенно другая штука. Так, Дмитрий Тачанский. Понятно, да, что мне не понравилось и почему это замечание по существу. Или непонятно. О, Дмитрий Каштанов, отлично, да, видите, поскольку у вас несколько человек чозок в чате, то, когда откликаются несколько Дмитриев подряд, мне, конечно, проще конкретизировать, к кому я обращаюсь, ну вот, при помощи фамилии. Спасибо большое. Так, значит, Дмитрий Тачанский, здесь такая тонкость. Пока мы с вами разговариваем, вы имеете возможность скорректировать свое. Но, честно говоря, все-таки вот конкретно здесь это была, ну, такая неудачная ошибка, потому что здесь терминология фиксирована и стандартная. Можно поиграть с терминологией там, где она не устоявшаяся. Ну, и, естественно, если речь идет не о математике, а о чем-нибудь бытовом, тогда вообще никаких проблем. Но в том месте, где работает терминология, там, конечно, необходимо ее придерживаться. Надо сказать, что то, что математические термины частично перекочевали в бытовую версию, довольно часто создает проблему. В этом смысле минимумы и максимумы – это еще не самое страшное. Вот когда люди начинают рассуждать типов терминов, теории вероятности, ну, честно говоря, это совершенно ужасно. Вот. И для того, чтобы не исправлять людей, которые говорят об этом, ну, вот в такой обычной гражданской беседе, приходится прилагать специальные усилия, потому что это, конечно, очень грустное зрение. Ладно, давайте гуляем сюда. Итак, с первым интервалом все более-менее ясно. Да? Правда же? Почему наибольшее и наименьшее значение именно такие? Отзовитесь, пожалуйста, все ли здесь понятно. А после этого мы нарисуем другой вариант. Татьяна, спасибо. Дмитрий Тачанский, спасибо. В, Евгений, спасибо. Окей. Теперь давайте нарисуем другой интервал. Интервал будет такой. Вот здесь будет точка А2, а, ну, скажем, вот здесь будет точка В2. Значит, коллеги, давайте я сейчас расставлю обозначение для минимумов и максимумов, потому что иначе будет тяжело вам отвечать на мои вопросы. Значит, давайте это будет альфа-1, альфа-2, альфа-3, да, наверное, альфа-2, альфа-2. Вот они зелененькие. Значит, а здесь, соответственно, будет бета-1, бета-2 и бета-3. Значит, соответственно, соответственно, вот теперь, вот у меня А2, левая граница, вот у меня Б2, правая граница. Скажите, пожалуйста, как вам, как вам видится, где на этом интервале будет наибольшее значение, а где наибольшее? Дмитрий, не совсем вы правы. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. В точке какой? Так, Дмитрий Тачанский. Я думаю, что вы перепутали греческую букву, да? Так, это не Д, это у меня такая альфа. Хорошо, давайте я ее нарисую попутнее, может быть, это упростим. Да, коллеги, посмотрите, пожалуйста, вы коллективно, в общем-то, обнагружили правильный ответ. С наименьшим значением все понятно. Вот эта вот точка явно будет самой низкой на этом интервале, поэтому мы можем вызвать ее С2. А что касается наибольшего значения, то у нас формально два претендента. Вот эта точка и вот эта точка. Ну, и я надеюсь, на этом рисунке достаточно хорошо видно, что наибольшее значение попало вот сюда, в альфа 3. То есть получается, что у нас с вами наименьшее значение достигается на границе, а наибольшее в одной из точек экстренума, в той точке экстренума, которая попала на наш интервал. А теперь, что называется, смотрите фокус. Давайте возьмем еще какой-нибудь, еще какой-нибудь симпатичный интервалчик. Ну, давайте, например, мы возьмем... Сейчас, секундочку, коллеги, я выберу интервал. В данном случае мне приходится целиться. Ну, давайте скажем, вот здесь будет А3, а где-нибудь вот здесь будет В3. Теперь у меня длинный интервал, большой-пребольшой, и на нем много точек экстренума. Собственно, два минимума и два максимума. Я прямо расщедлилась. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Да, я забыла спросить, всем ли все ли понятно со вторым интервалом. Давайте я вернусь чуточку назад. Со вторым интервалом все понятно? Все увидели и все согласны? Угу, Татьяна, Евгений, спасибо. Хорошо, вот я нарисовала третий интервал. Как крепко, большой-пребольшой. Вот у него левый конец, вот у него правый конец. Давайте посмотрим на картинку. Как у него на счет наибольшего и наименьшего значения? Где оно? Вернее, они, да, где они будут находиться? Значит, в бета-2 наименьшее. Так, ну вот здесь, видимо, есть проблема, коллеги. Проблема заключается в том, что… Сейчас, Дмитрий Каштанов, я не очень поняла, что такое у нас с вами точка B2. Точка B2 – это правый конец предыдущего интервала. Давайте, может быть, я подчеркну, чтобы видно было, где у него левый конец. Вот раз конец, вот два конца. Вот эти интервалы. Значит, Евгений предлагает… А3 наибольшее, B2 наименьшее, и сам себя поймал на ошибке. Дмитрий Тачанский предлагает в бета-2 наименьшее значение и в B3 наибольшее. Да, да, это очень похоже на правду. Ну, значит, здесь… Сейчас, коллеги, одну секунду. Здесь нам на помощь придет техника. Представьте себе, что вот эта штука, ну, фактически горизонтальная. На самом деле не совсем, но совсем горизонтальной у меня сейчас нет. И вот я постепенно параллельно ее переношу. Первая точка, в которой эта конструкция коснется моего графика, это будет точка бета-2. Соответственно, это означает, что в точке бета-2 у меня находится наименьшее значение. То, что он совпал с одним из минимумов, это… Это проявление, ну, в общем, некоторая затронемность, которую мы уже почти готовы сформулировать. А теперь мы с вами продолжаем поднимать эту штуку. Ну, условно сохраняем ее горизонтально. Понятно, что у меня она не совсем горизонтальная. И вот, посмотрите, вот мы с вами прошли один максимум, но у нас еще есть точки выше. Вот мы прошли другой максимум, а у нас все еще есть точки выше. Опа! И вот, наконец, мы дотянулись до самой высокой точки нашего графика наименьшее значение. Ну, она Т1. Давайте я ее переобозначать не буду. Я просто напишу… Нет, не Т1. Не Т1. Вот она, Т3, да? Значит, Т3 — это наибольшее значение. Т3 — это наибольшее значение. Итак, коллеги, все, кто путает минимум и максимум с наибольшим и наименьшим значением, я вас призываю, пожалуйста, избавляйтесь от этой привычки, да? Если вы мне напишите такое в письменной работе, я вынуждена буду поставить вам мой балок, потому что наибольшее и наименьшее значение — это совсем не то же, что минимум и максимум. Мы только что это обсудили, да? Соответственно, понятно, что у вас могут быть в этом месте разговорные привычки из гражданской жизни, но, пожалуйста, не делайте такой ошибки. Я не смогу делать вид, что ее нет, потому что есть. Замечательно. Итак, мы с вами определили наибольшее и наименьшее значение для трех типов интервалов, ну, вернее, для трех интервалов. И выяснили, что наибольшее и наименьшее значение могут быть ровно в двух типах точек. Первый тип точек — это границы нашего интервала, а второй тип точек — это экстремумы, которые лежат внутри нашего интервала. Собственно, сейчас мы готовы сформулировать теорему о наибольшем и наименьшем значении функции на отрезке. Значит, прежде чем я это сделаю, значит, коллеги, с третьим примером. Ну, понятно. Евгений, спасибо. Так, да, все, кто справился с этим заданием самостоятельно, все молодцы. Ну, и все, кто понял, тоже, конечно, молодцы. Да, Дмитрий Каштанов, спасибо. Значит, в таком случае мы с вами готовы формулировать теорему о наибольшем и наименьшем значении функции. Я могу стереть картинку с доски? Хорошо. Теорема звучит так. Значит, пусть у нас есть... Давайте так. Теорема о наибольшем и наименьшем значении функции на отрезке. Значит, пусть у нас есть функция у равной f от х, и есть отрезок, лежащий в области определения. Тогда наибольшее и наименьшее значение функции достигаются либо на границах интервала, либо в точках экстремума, лежащих на этом отрезке. Тогда наибольшее и наименьшее значение достигаются либо на границах, либо в точках экстремума, лежащих на отрезке АВ. Соответственно, чтобы найти наибольшее и наименьшее значение, нам придется найти точки экстремума, лежащие на отрезке, или убедиться, что их нет. Если они есть, посчитать значение функции в каждой из точек экстремума, лежащие на отрезке и на границах, ну, а после этого из самих значений выбрать наибольшее и наименьшее. Давайте, что ли, запишем? Давайте, что ли, запишем? Давайте, что ли, запишем? Как найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке АВ? Первое. Найти все точки экстремума. Ну, пусть это будут точки Х1 и так далее, ХК. Это будет ХЛ. Вот второе. Выбрать среди точек экстремума те, которые лежат на нашем интервале. Выбрать из наших точек экстремума те, которые лежат на интервале АВ. Ну, в моем случае это точки Х3 и так далее, ХЛ. Сначала нашли все точки экстремума, потом выбрали среди них те, которые относятся к интервалу. Пункт третий. Посчитать значения точек экстремума, лежащих на границе и на границах интервала. Пусть Ф от А будет неважно. У1, Ф от В равно У2, Ф от Х3 равно У3, ну и так далее, Ф от ХЛ равно УЛ. Ну и пункт четвертый, он же последний. Выбрать самое большое значение среди Y и так, это и будет наибольшее. И выбрать самое маленькое значение среди Y и так, это и будет наименьшее. Третий пункт еще раз. После того, как мы выбрали из точек экстремума те, которые лежат на нашем отрезке, их, кстати, может не быть ни одной, нам нужно посчитать значение нашей функции на границе интервала, то есть в точках А и В, а также во всех выбранных в пункте 2 точках экстремума. В пункте 3 нужно посчитать значение функции в точках А и В, а также во всех попавших на наш интервал точках экстремума. посчитать значение на границах интервала и во всех попавших внутрь интервала точках экстремума. Продолжение следует... Так, ну, есть ли какие-нибудь вопросы по формулировке теоремы, ну, и по описанию, в общем-то, алгоритма? Есть ли какие-нибудь вопросы по формулировке теоремы и по описанию алгоритма нахождения наибольшего и наименьшего значения? Ну, Евгений, спасибо. Хорошо. В таком случае давайте сейчас решим задачу. Давайте сейчас решим задачу. Доски можно стирать? Коллеги, это у меня какие-то проблемы со скоростью или у вас повысилась задумчивость от того, что на улице очень жарко? Доски можно стирать? Угу. Хорошо. Так, Евгений у нас кажется самый живой. Сегодня действительно тяжело, потому что очень жарко и, к сожалению, приходится закрывать все окна для того, чтобы еще и шум не мешал. Это, конечно, утомительно. Ну, давайте что-нибудь не очень сложное. Давайте возьмем функцию. Ну, скажем, вот такую х квадрат минус 4х плюс 6. То есть, и сначала найдем для нее характер монотонности и точки экстремума, а потом найдем для этой же функции наибольшее и наименьшее значение на треске от минус 3х до 10х. Значит, сначала опишем для этой функции характер монотонности и укажем точки экстремума, а потом построим для нее, вернее, выясним для нее наибольшее и наименьшее значение. На отрезке, в старых книжках, кстати, писали на сегменте, от минус 3х до 10х. Сначала характер монотонности и точки экстремума, а потом наибольшее и наименьшее значение на отрезке. Хорошо? Значит, как только появятся идеи, ими можно и нужно делиться. Если появятся вопросы, их, естественно, можно и нужно задавать. И, в общем, все как всегда. В этом смысле у нас с вами процедура уже отложена. Сюда, разумеется, не обязательно выдавать сразу решение целиком, можно по кускам. Продолжение следует... С чего нужно начать задачу по определению характера монотонности функции? С чего можно, ну и, в общем-то, нужно начать решение? Да, действительно, Дмитрий Тачанский, вы совершенно правы. Начать можно с того, чтобы посчитать производную нашей функции. Чему она будет равна? Так, Евгений, что у вас? Все? Так, Дмитрий Тачанский, 2х минус 4, это, конечно, правда. А, ну, ничего страшного, значит, коллеги, еще раз. Хочу немножко вас учешить, сегодня действительно тяжело работать, действительно очень жарко, ну и плюс. Я не знаю, как у вас, у меня рабочий день начался в 8 утра, и это, конечно, не очень просто. Ну, ничего, справимся. Итак, производную посчитали. Что дальше будем делать? Значит, у нас первый пункт, нужно определить характер монотонности и точки экстремума. Производную, первую производную нашли. Ну, Евгений, это вы прямо размахнулись, у Гусарски слишком. Во-первых, мы еще не все знаем, по крайней мере, со мной вы не все обсуждали, что нужно для построения графика. Во-вторых, а зачем нам график, если нам нужно всего лишь с монотонностью и экстремумной разобраться? Для графика нужно заметно больше, чем для ответа на этот вопрос. Конечно, второй шаг – это нужно найти корни производной. Давайте найдем. Ну, в данном случае я бы не сказала, что это тяжело. Я бы не сказала, что это тяжело. Да, Егор, вы тоже правы. Собственно, вы написали одно и то же немножко разными словами. Значит, какой будет корень производной? Да, да, Евгений, Егор, просто синхронно. Итак, вот эта самая двойка, корень производной, это пока что не экстремум, да? Это стационарная точка. Что мы делаем дальше? Отмечаем, значит, на вещественной прямой нашу стационарную точку. А дальше что будет? Что нам нужно с ней сделать? Да, характер, понять, где плюс, Евгений, точнее, у кого там должен быть плюс. Значит, понятно, что нам нужно определить знаки чего-то на тех интервалах, которые получились. Вопрос – знаки чего. Э, Евгений, а как это понять? Правильный ответ – действительно посмотреть нет. Женя, смотрите. Да, нам нужно понять, где функция возрастает, где убывает. Для того, чтобы это понять, нужно действительно посмотреть на знаки какой-то штуки. Вопрос в том, какой штуки. Функции, производной функции, второй производной функции, я не знаю еще чего-нибудь. Знаки производной. Вот Дмитрий Тащанский отвечает правильно, а вы, Евгений, опять отвечаете не на тот вопрос. Да, вопрос в том, куда подставить. Во что? В функцию или в производную? Да, вот Дмитрий уже ответил на мой вопрос. Нас интересуют знаки именно производной, да? Не самой функции. Во, ура, Евгений, получилось. Это очень частая, кстати, ошибка. Подстановка не в то выражение. Замечательно. Подставили, значит, мы будем подставлять производную. Какие будут знаки? Какие будут знаки у производной? Ну, слева и справа одной. Слева минус, справа плюс. Да, совершенно верно. Вот это знаки нашей производной на тех интервалах, которые получились. Замечательно. Замечательно. Теперь давайте вспоминать, как связаны знаки с производной с характером монотонности, с возрастанием и убыванием. Где функция будет убывать, а где возрастать? Знаки расставлены верно. Осталось понять, какую информацию мы на фактор получили. Убывает там, где минус. Да, это правда. Значит, вот там, где производная, первая производная отрицательная функция убывает, там, где первая производная положительная, функция возрастает. Отлично. Молодцы. Ну, а раз такая история, да, Дмитрий, да, Евгений, раз такая история, значит, мы с вами заодно и выяснили, есть ли у нас точки экстремума, и если есть, то как они, то какого типа эти точки? Что у нас с точками экстремума? Зачем подставлять границы? Евгений, зачем подставлять границы? До второго пункта мы еще не дошли. Пока что? Ну, насчет блина не знаю. Жирковато, пожалуй, но тем не менее. Так что с точками экстремума-то будет? Будут ли они в этой функции? Если будут, то какого типа? Максимумы? Минимумы? Минимум. Совершенно верно. Минимум в точке 2. То есть, если бы я сейчас писала какую-нибудь работу, Евгений, плачь и скрежет зубовлю. У этой точки, простите, у этой функции нет максимума. Посмотрите, пожалуйста. У функции так устроен характер монотонности, она сначала убывает до двоечки, потом возрастает. Это означает, что у нее всего один экстремум в двойке. Этот экстремум-минимум. А до отрезка мы еще не дошли. А когда дойдем, я буду очень нехорошими словами ругаться на попытке говорить про минимум и максимум. На отрезке мы будем искать наибольшее и наименьшее значение. Пожалуйста, переставайте использовать не те слова. Если вы будете использовать слова, имеющие другое значение, вас и понимать будут по-другому. Нельзя говорить апельсин, имея в виду селедку. Потому что все, кто вас слышит, будут думать про селедку. А вы не торопитесь. Вы хорошо. Нас пока никто не подгоняет. Итак, если бы я сейчас писала ответ на первый пункт, ну, скажем, в какой-нибудь письменной работе, то этот ответ вы пишете вот так. Значит, функция f от x. Возрастает на интервале от 2 до плюс бесконечности. Функция f от x убывает на интервале от минус бесконечности до 2. И двойка – это точка минимума. Обратите, пожалуйста, внимание. С возрастанием и убыванием, как правило, проблем не бывает. А вот с экстремумом иногда бывает. И заключаются они в том, что человек пишет. Двойка – это экстремум. Нет, этого недостаточно. Если мы добрались до экстремума, то нужно понять, какого он типа. И во третье обязательно должно быть написано, кто перед нами. Минимум или максимум. Иначе задача не решена. Хорошо. Евгений, лекуньте. Мы наконец-то добрались до второго пункта. Где мы вам на него добраться? Давайте вот здесь. В пункте 2 я предлагала вам найти наибольшее и наименьшее значение на интервале минус 3, 10. Интервал минус 3, 10. Он расположен вот так. Да, естественно, на масштаб я сейчас совершенно не смотрю. Мне важно только одно. Наша единственная точка экстремума, она лежит на интервале или нет? Ну, в данном случае, очевидно, лежит. Поэтому для того, чтобы определить наибольшее и наименьшее значение, что нам придется сделать? Я вот коварно стерла описание алгоритма. Он там состоял из четырех пунктов, из которых первые два мы уже отработали. Мы с вами нашли все в данном случае одну точку экстремума и убедились, что таки да, она лежит на нашем интервале. Что дальше нужно сделать? Да, да, и Егор, и Евгений почти одновременно написали. Правда, Егор предложил посчитать значение только на границе. Евгений выразился точнее. Нам нужно посчитать значение не только на границе, то есть в минус тройке и десятке, а еще и в точке экстремума, которая находится на интервале. Вот эти три значения нам нужно вычислить. Ну, давайте вычислим. Чему будет равно значение f в минус тройке? Чему будет равно значение f в минус тройке? 27, прекрасно. Чему будет равно значение в десятке? И, наконец, чему будет равно значение в двойке? Да. Соответственно, вот у нас было три возможных результата. И теперь осталось только выбрать из них правильный. Ну, мне даже неловко задавать этот вопрос, но я все-таки задам. Где будет наибольшее значение и где наименьшее? Опять минимум, Евгений. Наименьшее значение. Да, у нас с вами вопрос, иначе поставлю. Двойке наименьшее значение, а где наибольшее? Да, так гораздо лучше. А наибольшее где? Да. И, опять-таки, если бы я писала ответ, то ответ бы не был вот так. Наибольшее значение равно 66, а наименьшее значение равно 2. Да, тоже очень важный пункт. То, что значение – это вот прям значение. Это не точка, в которой оно достигается, а это результат вычисления функций. Давайте проверим. Давайте проверим. Значит, давайте подставать минус тройку. Егор, минус тройка в квадрате – это 9. Минус 4 на минус 3 – это 12. 9 плюс 12 – это 21. И еще 6 – 27. Похоже на правду, да? Егор, с минус тройкой. Вроде бы, ага. А, ничего страшного. Евгений, не торопитесь. Хотя, конечно, светлые волосы на солнце нагревают и лечь. Итак, значит, еще раз обращаю ваше внимание на то, что ответ на вопрос, чему равно наибольшее и наименьшее значение функции – это вот прям значение, прямо число, которое получится, если подставить. Прекрасно, молодцы. Ну что, Калина, есть ли какие-нибудь вопросы по поводу максимумов, минимумов, наибольших и меньших значений и различий между этими двумя понятиями? Все ли понятно? Все ли понятно? Ага, Татьяна, спасибо. Дмитрий Каштанов, спасибо. Егор, спасибо. Хорошо, в таком случае переходим к следующим способам попользоваться произвольным. Он у нас там был по счету, он третий, нет, четвертый. На первый был Лопитал, второй был Тейлор, третий был Монотонность. Значит, соответственно, сейчас будет, видимо, четвертый. Я, к сожалению, не помню, как я их номеровала. Может быть, у меня для описания функции было как-нибудь там типа 3А и 3Б. Посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь, как я номеровала. То есть понятно, что Лопитал и Тейлор были первым и вторым. А вот дальше, там, где я стала рассказывать, как используется производная для описания функций. Там у меня было 3, ну, просто тройка или там что-нибудь типа 3А, что-нибудь такое. Не помните? Смотрите, пожалуйста. Я пока запишу заголовок, а номер поставлю, когда вы отзоветесь. Так, была просто тройка. Ну, давайте, значит, 4. И это продолжение разговора применения производной для исследования функций. Применение производной для исследования функций. Ракция выпуклости и точки перегиба. Значит, коллеги, вот сейчас будет, сейчас будет очень важный момент. Дело в том, что когда говорят о характере выпуклости функции, как это ни печально, терминологий одинаково устоявшихся несколько разных. Иногда говорят о выпуклых и вогнутых функций, причем то, что называется словами «выпуклый и вогнутый» в некоторых книжках меняется местами. Поэтому я буду говорить о функциях выпуклых вверх и выпуклых вниз. Вот, коллеги, я сейчас сформулирую именно те определения, которыми я буду пользоваться. Пожалуйста, в рамках нашей с вами коммуникации используйте те же термоны. Да, вот это действительно довольно сложный момент, когда одни и те же термины имеют разное значение. Ну, скажем так, я даже знаю, почему исторически сложилось именно так. Может быть, если у нас останется времени, немножко мы об этом даже поговорим. А пока вот я очень прошу внимательно послушать, как я буду определять соответствующие штуки и называть их так же. Итак, определение. Пусть у меня есть функция у равно f от x. мы будем говорить, мы будем говорить, что функция f от x выпукла вниз на интервале a, b, тогда и только тогда. Тогда для любой точки x с ноликом, лежащие на интервале a, b, верно, следующее. f от x с ноликом не превосходит l от x с ноликом, где l от x – это прямая, проходящая через точки, проходящая через точки, a, f от a, b, f от b. Сейчас я нанесу картинку и станет понятнее. Функция называется выпуклой вниз на отрезке, тогда и только тогда, когда для любой точки x с ноликом на отрезке, значение функции в этой точке не превосходит значение l от x с ноликом, где l от x с ноликом – это прямая, проходящая через точки a, f от a, b, f от b. Сейчас я нанесу картинку и станет понятнее. Вот у меня есть функция y равно f от x. Вот у меня есть точка a, вот у меня есть точка b. Соответственно, вот у меня прямая l от x. вот она проходит через точки a, f от a, b, f от b. И прямо видно, что если я возьму какую-нибудь точку x с ноликом, вот здесь у меня будет f от x с ноликом, а вот здесь у меня будет l от x с ноликом. Прямо видно, что значение напрямой будет больше, чем значение функции. соответственно, если говорить так очень грубо и приблизительно, функция выпуклая вниз, это означает, что у нее горбик вниз. Да, это такое очень примитивное описание, но, пожалуй, в качестве такого вспомогательного элемента для запоминания зрительным образом вполне подойдет. вот такая функция будет называться выпуклой вниз. Так, не видно, что написано зеленым. Сейчас, давайте я попробую обвести поярче. вот это l от x с ноликом. Так, лучше видно. чем f от x с ноликом. Сейчас, коллеги, одну секунду, я попробую протереть камеру. Так, хорошо. Аналогичным образом мы с вами определим функцию выпуклую вниз. значит, f от x ой, выпуклый вверх, прошу прощения, выпуклый вниз, мы уже определили. Выпуклая вверх на интервале АВ. Тогда и только тогда. когда для любого x с ноликом, лежащего на АВ, f от x с ноликом больше либо равно l от x с ноликом, где l – это прямая, проходящая через точки а – это так, и b – это так. Значит, собственно, выпуклая вверх, это означает, что у нее горбик вверх. Ну, и опять-таки, если я буду иллюстрировать это картинкой, вот у меня прямая, вот у меня функция ф от x, прошу прощения, вот у меня, скажем, а, вот у меня, скажем, вверх, вот у меня прямая l от x, и опять-таки видно, что если я возьму точку x с ноликом, вот здесь у меня будет l от x с ноликом, вот здесь у меня f от x с ноликом, и значение в f будет больше, чем значение в n. Соответственно, выпуклая вверх – это означает горбик вверх, выпуклая вниз – это означает горбик вниз. Коллеги, я еще раз вынуждена повторить, обратите, пожалуйста, внимание, что в некоторых книжках бывают наоборот. Иногда вот это называют выпуклым вверх, а вот это выпуклым вниз. Поэтому, если вы начинаете читать неважно книгу или статью, то прежде чем пользоваться определением, обязательно нужно смотреть, как оно там сформировано. Ну вот, такие вот особенности русскоязычной терминологии в этом месте существуют. Итак, выпуклость вниз и выпуклость вверх. Есть ли какие-то вопросы по определению? Я просто выбрала точку А вот тут и точку В вот здесь. У меня прямая определяется как? Я хочу понять характер выпуклости моей функции на некотором отрезке. Вот я взяла границы этого отрезка, В и А. А дальше я посмотрела значение моей функции. Вот у меня здесь Ф от В и вот здесь Ф от А. А здесь у меня просто картинка была такая, что у меня Ф от А и Ф от В оказались почти на одном уровне. Это опять-таки совершенно случайная штука. Да, видите, у меня вот определение прямой L. Она должна проходить через точки А, Ф от А и Б, Ф от В. Просто здесь они оказались отчетливо на разной высоте, а здесь почти на одинаково. Это абсолютно случайно, но вот так рукопочек. Ага, отлично, Евгений, Дмитрий. Очень хорошо. Так, еще какие-нибудь вопросы по поводу определений? Значит, если нет, то мне нужно будет с доски стереть и сформулировать вместе с вами еще одно определение и теоремку. Еще одно определение и теоремку. Итак, коллеги, есть ли какие-то вопросы вот по этим двум определениям? Да, Евгений, жду. Хорошо, пока не стираю. Да-да-да, все хорошо, я жду, пока вы допишите. Я жду, пока вы допишите. Евгений, хорошо. Значит, Дмитрий Каштанов, что касается по поводу скринов. Тут ситуация такая. С одной стороны, конечно, скрин сделать можно, точно так же, как можно пересмотреть видео, я, в общем, их стараюсь выкладывать в тот же день. Тонкость, однако, заключается в том, что многократно проверено. Записанное собственной рукой запоминается и понимается лучше. Ну, вот таковы особенности гнистинных процессов. Ладно, значит, Евгений закончил, я так понимаю, что остальные тоже закончили, можно с доски стирать. Да? Спасибо. 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 Еще одно определение будет звучать так. Пусть у нас есть точка Х, лежащая в области определения Точка Х называется точкой перегиба для функции Ф, если в ней функция меняет характер выпуклости. то же самое Если в ней функция меняет характер выпуклости. Значит, ну и на всякий случай, да, мы с вами в свое время определили, что значит описать характер монотонности. давайте запишем то же самое для характера выпуклости. Описать характер выпуклости функции на интервалы выпуклости вверх и интервалы выпуклости вниз. Разбить область определения на интервалы выпуклости вверх и выпуклости вниз. Ну вот теперь мы с вами готовы сформулировать теорему по характер выпуклости функции. Теорема на самом деле очень похожа на теорему характера монотонности. Функция выпукла вниз тогда и только тогда когда вторая производная положительна. И функция выпукла вверх тогда и только тогда когда вторая производная отрицательна. Функция выпукла вниз тогда и только тогда когда вторая производная положительна. И функция выпукла вверх тогда и только тогда когда вторая производная отрицательна. Здесь имеется маленькая особенность. Особенность заключается в том, что информации от первой производства, информации о монотонности, для того, чтобы разобраться с выпуклостью, недостаточно. Ну, собственно, посмотрите. У меня может быть возрастающая функция, которая сначала была выпукла вниз, а потом выпукла вверх. Может быть возрастающая функция, которая сначала была выпукла вверх, а потом стала выпукла вниз. А может быть и наоборот. Может быть убывающая функция, которая сначала была выпуклой вниз, а потом стала выпуклой вверх, или функция, которая сначала была выпуклой вверх, а потом стала выпуклой вниз. То есть информации о монотонности, информации, которую можно получить из первой производной, для описания выпуклости принципиально недостаточно. Придется лезть во вторую производную. Ну и давайте накидаем схемку. Чтобы описать характер выпуклости, нам потребуется сначала вычислить вторую производную. Сначала вычислить вторую производную. Затем найти корни второй производной. Найти корни второй производной. После этого отметить на вещественные оси, значит, все корни второй производной. Ну и еще могут быть какие-то выколотные точки. Отметить на этой оси знак второй производной. Ну скажем, там, где вторая производная положительна, там функция выпукла вниз. Там, где вторая производная отрицательна, там функция выпукла вверх. Ну и теперь, когда мы все знаем про выпуклость вверх и вниз, осталось найти точки перегиба. На той картинке, которая нарисована у меня, вот эта точка не является точкой перегиба, потому что не лежит в области определения. Помните, то же самое было с экстремуми. В экстремуме не только должен меняться знак производной, но и в области определения она должна лежать. Да, примитив, конечно. Значит, второй пункт такой. Находим корни второй производной. Находим корни второй производной. Ну или, если хотите, решаем вовремя, вторая производная. Третий пункт. Отмечаем на вещественной оси корни второй производной. Ну и, возможно, выколотые точки области определения. Если они есть... Выколотая точка – это граница области определения. Ну вот, скажем, если наша с вами функция определена на интервалах от минус бесконечности до нуля и от нуля до плюс бесконечности. Да? Ноль – это такая вот граница области определения, которая будет обозначена выколотой точкой. Да? Это точка, в которой функция не определена. На самом деле, я могла бы сказать, что мы сначала наносим на вещественную ось область определения, а потом добавляем корни второй производной. В результате будет тот же самый. Отлично. Значит, соответственно, Дмитрий, возвращаясь к вашему вопросу, после того, как мы нашли корни второй производной, мы отмечаем их на вещественной оси, на которой уже отмечена область определения нашей функции, и расставляем, посмотрите вот сюда, да, пожалуйста, знаки второй производной. Там, где вторая производная положительно, функция будет выпукла вниз, или есть вот такую форму, изгиб вниз. Там, где вторая производная отрицательна, функция будет выпуклой вверх, будет иметь изгиб вверх. Ну, а точками перегиба будут те точки, в которых функция меняет характер выпуклости, и при этом точки, лежащие в области определения. На моей картинке такая точка, по-моему, вот ровно одна. Да, вот эта вот точка перегиба. На моей картинке. Хорошо. Такая точка всего одна. Вот точка перегиба. Значит, коллеги, еще один комментарий. В отличие от точек экстремума, которые мы с вами классифицируем на минимумы и максимумы, точки перегиба не классифицируем. То есть это возможно. Можно было бы отдельно рассматривать изменения с минуса на плюс и с минуса на минус, но в этом, в общем, нет необходимости, поэтому такую классификацию мы не вводим. Хорошо. Хорошо. Значит, давайте мы с вами, давайте мы с вами посмотрим на пример. Давайте мы с вами посмотрим на пример. Давайте мы с вами посмотрим на пример. Возьмем какую-нибудь умеренно страшную функцию. Ну, например, вот такую. Х квадратный минус один делить на х км2. Ну, прежде всего, область определения. Она нам потом потребуется. Давайте для этой функции опишем характер выпуклости и найдем точки перегиба, если они есть. Ну, собственно, давайте пойдем прям по алгоритмам. Для начала нужно посчитать вторую производку. Ну, чтобы посчитать вторую производку, придется сначала посчитать первую. Ну, Дмитрий, скажем так, с одной стороны, это зависит от большого количества разных вещей, включая особенности почерка и там степень подробности записи. С другой стороны, мы с вами обсудили уже больше половины того, что входит в ваш курс. Ну, собственно, после того, как мы закончим разговор об исследовании функции, мы переключимся на интегралы. Ну, а с третьей стороны, честно говоря, хороший конспект – это очень большая ценность. Я могу вам сказать, что, например, по моим конспектам в свое время учился наш курс, ну, и парочка следующих. А вот, а было это в те времена, когда, скажем, цифровые фотоаппараты еще были редкостью, то есть мы конспекты всерокопировали. Можете себе представить, как меня народ упрашивал писать разборчивый или личный. Это было, да, это было забавно. Хорошо, значит, давайте посчитаем сначала первую производку, а потом вторую. Какая будет первая производная у этой функции? Посчитайте, пожалуйста. Какая будет первая производная у этой функции? Какая будет первая производная у вот этой функции? Отношения. Ага, вот появился ответ. Значит, ну, мы с вами сразу-ка посмотрим. Знаменатель, квадрат знаменателя. В числителе производная числителя на неизменный знаменатель минус производная знаменателя на числителе. Если эту разность посчитать, квадрат коэффициентом единицы плюс 4 единицы и еще плюс 1. Кажется, это ровно то, что написал Дмитрий. Нет, не совсем, да? Перед единичкой знак другой. Ну, откуда у меня появился и здесь плюс? Да, мы с вами вычитаем соответствующее слагаемое. Ничего страшного, вполне себе бывает. Итак, первую производную посчитали. Отлично. Ну, а теперь, собственно, поскольку нас интересует выпуклость, то теперь нам придется посчитать вторую производную. Вторая производная от исходной функции. Это значит первая производная вот от такого выражения. Ну, давайте, может быть, посчитаем вместе, у нас не так много времени осталось. То есть в знаменателе квадрат знаменателя, производная числителя на неизменный знаменатель минус неизменный числитель на производную знаменатель. Так, вот, какая хорошая получилась производная. Прежде чем я начну ее упрощать, посмотрите, пожалуйста, на нее в неупрощенном виде. И скажите, пожалуйста, все ли в ней в порядке. Да, не перепутала ли я где-нибудь двоечку или еще что-нибудь эдакое. Пока вы проверяете, я сейчас соберу заголовок, потому что мне нужно будет где-то писать продолжаемое решение. Так, коллеги, в непреобразованном варианте с производной все в порядке? Все как надо? Так, Татьяна, спасибо, сошлось. Ну, в таком случае давайте упрощать. Значит, ну, прежде всего 2х плюс 4, это 2 на х плюс 2. Поэтому я двоечку вынесу перед дробью и х плюс 2 сокращу. После этого в знаменателе останется х плюс 2 куба, ну, а в числителе х квадрат плюс 4х плюс 4 минус х квадрат минус 4х минус 1. О, очень даже здорово. Здорово, потому что сократятся квадраты и 4х тоже сократятся. Волшебно. То есть получается, что наша с вами вторая производная, если я нигде не ошиблась, вы мне сейчас скажете, не ошиблась ли, имеет такой вид. Двойка, тройка, х плюс 2 куба. Вроде бы так. Ну что, коллеги, проверьте, пожалуйста. Все как надо? Нигде? Не оказалась арифметика слишком хорошей, потому что я удачно какую-нибудь ошибку совершила. Вроде все в порядке, но лучше убедиться. Так, коллеги, жду вашего отклика по поводу досчитанной производной. Все ли так, как должно быть? Так, ага, Татьяна, спасибо большое. У нас снова сошлось. Собственно, это был первый пункт. Мы посчитали вторую производную. Второй пункт в нашем случае выглядит очень просто. Дело в том, что у нас с вами вот это выражение, разумеется, и решений не имеет. Да, выражение такого вида не обращается в ноль никогда. Да, но у нас есть выколотая точка. Точка минус 2, в которой наша функция не определена. То есть в итоге наша заготовка под картинку, заготовка под описание характера выпуклости, это вещественная ось с единственной выколотой точкой, с точкой минус 2. Ну, давайте определять знаки второй производной. Какой будет знак второй производной слева от минус 2? Какой знак будет иметь в это выражение слева от минус 2? Какой знак будет иметь в это выражение слева от минус 2? Да, Дмитрий, Татьяна, совершенно верно. Здесь функция будет отрицательная. Вернее, вторая производная отрицательная, значит, функция будет вверх. А что будет слева от минус 2? Да, совершенно верно. Итак, если бы я писала ответ на эту задачу, он выписал бы так. Функция выпукла вниз на интервале от минус 2 до минус 2, функция выпукла вверх на интервале от минус 2 до минус 2, а точек перегиба у нашей функции нет. Еще раз обратите внимание на эту сложность. У нас есть точка, в которой меняется характер выпуклости, но эта точка не лежит в области определения. Поэтому она не является точкой перегиба. Прекрасно, молодцы. Ну что ж, есть ли у вас какие-нибудь вопросы по поводу определения выпуклости разового вида, по поводу точек перегиба, ну и заодно по поводу модельной задачи. Значит, пока вы формулируете вопросы, значит, у нас с вами закончилось практически время. Значит, поэтому мы с вами будем заканчивать. Значит, в качестве домашнего упражнения. Я попрошу вас. Помните, я вчера написала несколько функций, для которых просила определить характер монотонности и точки экстремума. Вот, пожалуйста, для тех же самых функций. Определите, пожалуйста, характер выпуклости, точки перегиба, ну и наибольшее, наименьшее значение на каком-нибудь интервале. Интервал выберите сами. В данном случае, ну, если у вас нет проблем, то очень можно не упражняться. Но если вы это будете делать, вот просто выберите интервал там более-менее нуга. Так что мне очень страшно считать было там что-нибудь типа там от единиц до тройки или от мира из нуга до четырех, что-нибудь такое. Хорошо. Хорошо, коллеги. Значит, есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы сегодня? Да, Дмитрий, картиночка обязательно будет. Я люблю традиции, ну, по крайней мере, те традиции, которые поднимают настроение. Значит, ну, если кроме просьбы показать картиночку вопросов нет, то я должна вам сказать, да, что сегодня какой-то очень рабочий день, поэтому картиночка сегодня будет вот такая. Я постараюсь ввести ее в поле зрения. О, вот так, так ее видно. Вот. Сегодня очень-очень рабочий день. Я думаю, что он... И у вас тоже очень-очень рабочий. Ну, хорошо, хорошо, коллеги. Значит, в таком случае мы с вами встречаемся завтра. Завтра у нас с вами одна пара в 9.50. Это хорошо. Это означает, что, может быть, будет не так жарко. Ну, и заодно, заодно завтра я обещала вам дать подробный ответ по поводу того, что будет с тестом, экзаменом и так далее. Я подтверждаю свое обещание. Да, я сделаю, расскажу вам, что нас с вами ожидает с формальной точки зрения. Ну, хорошо. Значит, если вопросов нет, то всем большое спасибо. Вы молодцы. Несмотря на очень тяжелые атмосферные условия, совершенно замечательно мы сегодня отработали. Ну, и в частности, подготовили себе почву для завтрашних праведных трудов. Всем всего доброго. Удачи. До свидания. Счастливо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...